Здравствуйте! Как всегда, в это время, по вторникам. В эфире телерадиокомпания Щелкова, программа «Диалог» и с вами я, ее ведущий, Сергей Дадыко. Спасибо. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450, и задавать свои вопросы моим сегодняшним гостям. А в гостях у меня сегодня глава городского поселения Фрианово Дмитрий Васин. Добрый вечер, Дмитрий Дмитриевич. И руководитель администрации городского поселения Фрианово Олег Болотин. Добрый вечер. В программу «Диалог» глав поселений побывали уже в программе двое. Главы сельских поселений Медвежье, Озерское и Гребневское. Но там специфика немножко другая, потому что был один человек, как бы представлял власть в населенном пункте, но у вас городское поселение, поэтому все намного более сложно. У нас есть и глава поселения, он же председатель Совета депутатов, и есть руководитель администрации, представительная и исполнительная власть, как практически на федеральном уровне. Но вот хотелось бы узнать, как вам вдвоем удается сотрудничать, не конкурируете ли вы, вообще как взаимодействует между собой представительная и исполнительная власть, кто первый готов ответить? Ну, давайте я скажу. Вы знаете, скажу честно, что изначально у нас были определенные трудности, ну, наверное, как Олег Иванович называл это, притирались друг другу. То есть у каждого человека есть свое мнение и свое видение, ну, на ситуацию в поселке. Ну, может быть, были вот эти такие моменты, но общий язык мы нашли, и только вот благодаря тому, что мы идем друг к другу на компромисс, наверное, только благодаря этому наши проблемы все-таки начали решаться. И я считаю, что решаться очень успешно. Поэтому у нас не возникает сейчас никаких трудностей. Совет депутатов всегда идет навстречу, если, ну, вот, какие-то моменты возникают, что нужно быстро собраться, как бы принять какое-то решение. Всегда идем навстречу, поэтому, как бы, проблем у нас нету. И я даже считаю, в этом, наверное, все-таки, ну, много плюсов. Олег Иванович, вы поддерживаете? Я не просто поддерживаю. Вы понимаете, самое, наверное, важное в том, что отсутствие опломба и гонора. С Дмитрием Людовичем работать на самом деле легко. Почему? Потому что, как глава поселения, он, прежде всего, местный житель. Поэтому, возможно, какие-то вопросы, связанные с жизнью, деятельностью, с нашей работой, с какими-то проектами, он чувствует очень остро. Это местами, может быть, излишний критичен, но, тем не менее, нас объединяет только одно. Нас объединяет желание сделать жизнь наших жителей лучше, комфортней, безопасней. И здесь, я честно скажу, что идем в одной упряжке. Единое видение целей, единственное, единое желание сделать добро, оно объединяет и позволяет плодотворно работать именно с пользой для дела. Ну, вот, даже согласно цифрам, так скажем, рейтингам, тандем ваш работает очень успешно. Работаете вы, ну, не так давно, так скажем, да? Два с половиной года примерно. Три с половиной года. Три с половиной уже. Время летит, конечно. Но, тем не менее, за эти три года Фрианово поднялось в рейтинге поселений нашего района. Время, если я не ошибаюсь, с седьмого до второго, третьего места, в зависимости от последних лет. Ну, в общем, скачок, так скажем, достаточно впечатляющий. И, соответственно, и вопрос, как удалось достичь таких успехов, да, за счет каких показателей? Вы знаете, на самом деле, у нас есть пример перед глазами. Это руководитель Челковского муниципального района Алексей Васильевич Валов. Второе, то, что не только в Африаново, не только в Челковском районе, а по всей стране назрели перемены. Выболило у нас все то, что было в 90-е, начало 2000-х годов. Очень четко указаны приоритеты, которые вошли в майские указы президента Российской Федерации. Очень творческая, эффективная работа губернатора Московской области. Четкая постановка задач, понятные пути достижения этих целей, они приводят к тому результату, который появляется. Как житель Чкаловска и Щелкова, я скажу, что город преображается. Открываются и новые пешеходные улицы, благоустроенные дворы. И Щелково, возможно, это центр с максимальным количеством проживающих жителей. Но Африаново, невзирая на удаление, это те же самые люди, жители Челковского района, которые тоже нуждаются и в качественных предоставлениях услуг ЖКХ, и в качественных дорогах, и в благоустройстве территорий. И у нас, возможно, эти проблемы еще стоят даже острее. Почему? Потому что отсутствие транспортных соединений, электричек. У нас две нити, которые связывают нас с близлежащими территориями. Это Фриановское шоссе и дорога через Ботово на Черноголовку. И все это накладывает определенный отпечаток. Дополнительно какие-то создают трудности и неудобства для жителей. И вот с этими проблемами, в общем-то, мы сталкиваемся и решаем их в ежедневном общении с жителями, выполняя их наказы, их пожелания. За ближайшие три с половиной года, Дмитрий Леонидович может подтвердить мои слова, в общем-то, мы фактически не касались проблем, которые возникли вот прямо сейчас. Мы решали проблемы, которым 15, 20, 30 лет. Мы начинали с пешеходного перехода на площади Ленина для безопасности детей, которые посещают дом культуры в секции «Кружки». Мы начинали модернизировать дороги, которые с момента исторически никогда не имели асфальтового покрытия. Мы уделили особое внимание сфере ЖКХ, благоустройство, восстановление памятников, реконструкция памятников погибших в годы Великой Отечественной войны, придание именно приличного, я не хочу говорить товарного, но нормального цилизованного вида центру поселка. И вот это все потихоньку, поэтапно. На самом деле, иногда окунаешься в воспоминаниях, и перед глазами проходят картинки, как говорится, было-стало. Я считаю, что нам, Дмитрий Леонидович, не стыдно. Результаты, они видны, но говорить о том, что все проблемы решены, это было бы неправдой. На самом деле, решена может быть малая часть. Проблем решено много, но если брать объективно, то это малая часть того, что мы с Олегом Ивановичем задумали на самом деле сделать в нашем поселении. Очень много у нас, я думаю, хороших идей, которые, я надеюсь, до конца нашего срока мы успеем воплотить. Но если даже мы не воплотим их, во всяком случае, мы заложим какие-то основы, и если кто-то придет после нас, сможет все это доделать. Мы на это очень надеемся. Ну, о планах мы еще поговорим. Сейчас вот я хочу перебить вас. У нас есть звонок первый от зрителя. Давайте послушаем, ответим, а потом продолжим нашу беседу. Добрый вечер. Вы в эфире. Слушаем вас. Добрый вечер. Дмитрий Рюдвигович и Олег Иванович. Вас беспокоит, значит, в прямом утире Лаванба Наталья Александровна. У меня к вам такой вопрос. Знаете ли вы что-то о том, что в этом году планируется начать работы по проведению коммуникаций и дорог к земельным массивам многодетных семей? Вчера эта информация была выставлена на сайте администрации Щелковского муниципального района. А также хотелось бы вас поблагодарить за то, что в зимний период вы у нас чистили дороги и не забывали о нас. Спасибо, Наталья Александровна. Кто готов ответить? Это к многодетным. К коммуникации и дороги. Дело в том, что действительно нам посчастливилось. У нас богатая территория. Если Щелково это компактное проживание жителей, многоэтажки, то у нас в состав поселения, то есть в состав поселения у нас рабочий поселок, два села и 22 деревни. Разлет между населенными пунктами от 6 до 8 километров. У нас фактически на втором месте самая большая территория 17 600 гектаров. Вот это все накладывает отпечаток. И нам посчастливилось чем? Тем, что выполняя майские указы президента федерального закона о предоставлении земельных участков многодетным семьям, больше 750 семей были размещены на территории именно поселения Фрянова. Это не только жители Фрянова, естественно, жители всего района. Это уже наши жители. Поэтому определенные проблемные вопросы у нас существуют. Мы постараемся, очень плодотворно мы отработали, 17-й год. Думаю, что все пожелания многодетных семей, представителей, которые у нас оформлены в определенную программу оказания помощи, это в плане благоустройства, обеспечения качественными дорогами мест общих пользований, предоставления электричества, освещения. Эти вопросы обязательно будут решаться. Я думаю, что в этом году мы вас еще порадуем не одной хорошей новостью и качественно выполненными работами. Дороги действительно в плане у нас есть. И я надеюсь, что мы все это осуществим. Результат уже будет виден в июле-августе этого года. — Ну вот, раз уж речь зашла о, будем говорить так, не о площади, а о протяженности поселения Фрянова. Оно второе по площади после Огневского, но по длине оно все-таки самое длинное. Поэтому вот как удается решать вот эти магистрали, будем так их называть. Я имею в виду, ну даже в первую очередь очистка дорог от снега в зимнее время, ну и мусора, наверное, круглогодично. — Дело в том, что начиная с 2015 года мы, в общем-то, принимали совместное решение о создании муниципального учреждения, которое на профессиональном уровне будет заниматься обслуживанием территории. Касается вопросов не только очистки дорог, но и вопросов озеленения, ямочного ремонта дорог. К сожалению, на настоящий момент это предприятие у нас мы вынуждены были ликвидировать. Но, тем не менее, полномочия по осуществлению контроля за содержанием дорог у нас полностью легло на нашу управляющую компанию МПЖКХ. Техника, которая была закуплена в достаточном количестве, она перешла именно в их управление. На настоящий момент дороги поселения — это 97 километров дорог, из них 44 — это еще грунтовые дороги. На настоящий момент, скажем так, сравнительный анализ. 2014 год — 7600 квадратных метров отремонтированных дорог, уже 2015 год — 15,5 тысяч, 12 тысяч — 16 год и порядка 10-12 тысяч квадратных метров дорог было отремонтировано в 2017 году. Я скажу, это действительно очень серьезные, скажем так, и цифры, и это достаточные вложения из бюджета поселения. Остаются нерешенными на настоящий момент дороги наших дальних деревень. Но дело в том, что дороги, они имеют определенную классификацию. В зависимости от классификации у нас часть дорог, самые основные магистрали, скажем так, они находятся в ведении управления Мосавтодора. По работе Мосавтодора, конечно, есть претензии и по зимнему содержанию, и по летнему ремонту. Но контакт у нас налажен, благодаря помощи, опять-таки же, главы района и его поддержке. Согласован план работы на 2018 год. Я думаю, что очень многие дороги, если мы не отремонтируем, то, по крайней мере, на настоящий момент, это уже готовится сейчас новая программа. Я уже сказал, что мы начали с проведения в порядок центральных микрорайонов. Это три микрорайона, где сосредоточено 80% населения поселения. Мы готовим программу. В 2019 год основные средства бюджета будут направлены именно на проведение ремонтных работ по дорогам в наших дальних деревнях. Кроме того, готовится в рамках этой программы ряд работ, которые будут выполнены по благоустройству территории. Мы уже поставили первую детскую площадку с резиновым покрытием в деревне Еремино. В этом году мы будем, опять-таки же, построим и сдадим в эксплуатацию площадку в деревне Булакова. И мы начнем сейчас охватывать дальние территории. Тем более, что там очень острая нужда. Прежде всего, это в реконструкции сетей уличного освещения. Поэтому эти все вопросы, проблематику мы знаем и постараемся... Это касается и деревень, и сел, да? Да, да, да. И мы постараемся распределить равномерно с упором именно на наши деревни, на наши села в 2019 году. Ну вот понятно, что дороги это не одна проблема. Наверное, их очень много. Я предлагаю сейчас посмотреть видеосюжет, который, так скажем, из двух репортажей наших новостей сделан. Это буквально события происходили меньше двух месяцев назад. Конец января-февраль. Это встреча жителей городского поселения Фрианова с руководством Щелковского района. И встреча ветеранов Фрианова, соответственно, с председателем районного совета депутатов Надежды Суровцевой и депутатом Мосвоблудома Ирины Слуцкой. Давайте посмотрим. И там еще прозвучат некоторые вопросы. Я думаю, вы на них тоже сможете ответить. За последние три года в поселении проделан большой объем работ в плане благоустройства, создания зон общественного притяжения, развития дорожной сети и других сфер и направлений. Что сегодня волнует жителей поселения? Первый вопрос о строительстве во Фрианове в ФОКО. Оно будет вестись по программе «Газпром детям». Сейчас ведется проработка необходимой документации. Да, может быть, спортивный комплекс будет у нас во Фрианове. Он на какой основе будет? На платный или бесплатный? Просто поставят. А у людей денег нет. Ну, нету. Туда ходить. Выступали и представители многодетных семей Фрианова, одно из поселений, где предоставляются участки данной категории населения. Мы из многодетного поля. А можно узнать, деревянного поля. Планируется на этот год ремонт дорог. Волнует жителей. Судьба двух корпусов бывшего детского дома. Применение им уже найдено. Передаем в администрации, а второй вот под колледж, под филиал колледжа. Чтобы здесь детки учились рабочими специальностями на вот те новые производства, которые будут организовываться на территории городского поселения Фрианова. Активно участвуют в общественной жизни своей малой родины, пожалуй, самые заслуженные жители городского поселения Фрианова. Поднимают вопросы благоустройства и социальной инфраструктуры, транспорта и экономики. Актуальные темы прозвучали в рамках встречи Фриановской общественной организации ветеранов с депутатом Мособолдумы Ириной Слуцкой. Новые спортивные и культурно-досуговые объекты интересовало ветеранов развитие социальной инфраструктуры поселения, в том числе и для подрастающего поколения. Многие вопросы мы взяли под контроль. Некоторые вопросы требуют более детального исследования и большего количества времени, чтобы эти вопросы решить. На сегодняшний день мне как депутату и своего фонда удалось выделить средства на первую и вторую школу, про которые сегодня тоже говорили. В первой школе будет отремонтирован спортивный зал, во второй школе будут поменены окошки. Вопросы обозначены, может быть в порядке поступления начнем. Первое это строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, насколько я знаю, на Аксеновском поле. Фактически в черте Фрианова. Это будет очень грандиозный проект, потому что предварительно с руководителями департаментов Газпрома обговаривалось строительство типового фока, который подразумевал первый этаж бассейн, второй игровой зал. Но они решили шагнуть дальше, скажем так, от стоимости, планируемой 160 миллионов, перешли на стоимость от 350 миллионов средств именно Газпрома. И ФОК будет представлять из себя полноразмерный бассейн, 6 дорожек, 25 метров. Второй будет бассейн детский, третий зал будет тренажерами и для обучения детей сухому плаванию. На настоящий момент полный пакет документов уже сформирован. Он сейчас готовится для передачи на подписание губернатору, потому что будет заключен договор между губернатором и Газпромом о передаче этого земельного участка. И мы надеемся, что подкоррективную немного сроки строительства, надеемся, что в 2019 году начнется строительство этого ФОКа. Он действительно необходим и нужен, он будет востребованным. Вся социальная нагрузка, о которой говорили жители Алексея Васильевича Валова, дал четкий ответ в плане того, что жители поселения, льготные категории, они будут пользоваться бесплатной возможностью заниматься. Наши дети, школьники будут иметь возможность бесплатно заниматься плаванием. Но какая-то коммерческая составляющая, естественно, она будет. Но это уже для частных лиц и не только для жителей поселения. Я думаю, что аналогичных ФОКов на территории Московской области даже и нет. Потому что он будет обеспечен всевозможными подъемными механизмами для возможности заниматься плаванием людям с ограниченными возможностями. Я думаю, что как объект он будет удобен для проведения не только соревнований поселения Фрианова, Лещовка, муниципального района, но он будет востребован для проведения крупных соревнований именно в масштабах Московской области. Вернемся еще к тем вопросам, которые прозвучали в сюжете. У нас есть еще один звонок, поэтому у нас приоритет интерактивному зрителю. Давайте послушаем, ответим. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Уфкина Людмила Юрьевна. Я проживаю в поселке Фрианово в микрорайоне номер 2. Подскажите, пожалуйста, в микрорайоне номер 1 есть детская площадка со спортивными элементами. Там есть велодорожка и прочее. А планируется ли в микрорайоне номер 2 построить такой же площадки или подобной? Можно я скажу, Олег Олегович? Спасибо большое за вопрос. Дмитрий Олегович, давайте вы теперь. В этом году мы как раз планируем поставить такую же площадку по масштабам. Может быть, чуть больше. Это в микрорайоне номер 2. Потому что мы уже неоднократно слышали, были вопросы, когда у нас будет. И в этом году мы запланировали как раз микрорайон номер 1. У нас там есть один большой пустырь. Очень место хорошо подходит под эту площадку. И там мы решили разместить в этом году детскую игровую площадку с беговыми дорожками, велодорожками. То есть будет в микрорайоне номер 2 такая же игровая площадка, как в микрорайоне номер 1. И в этом году уже, да? В этом году. В этом году, более того, очень сжатые сроки, которые установлены губернатором. Если в микрорайоне номер 1 мы благоустраивали пустырь, который использовался в том числе для складирования мусора. В результате совместной работы с Советом депутатов мы вынуждены были исполнить один контракт, провести, отторговаться второй контракт и дополнить этот проект. В результате мы получили всесезонную площадку. В зимнее время хоккейная коробка, в летнее время футбольное поле. Теплую раздевалку, две площадки для парковки автомобилей, велодорожку с площадкой для отдыха, установки велосипедов. То по адресу текстильщики 1234 будет площадка фактически такая же по размаху и грандиозности. Она будет состоять из двух площадок по 450 метров. Одна будет из себя представлять детский комплекс. Мы детский комплекс, включая резиновое покрытие, получаем в подарок от губернатора Московской области. Вторая площадка 450 квадратных метров будет наполнена уличными тренажерами. Эта тема востребована. У нас очень много обращений именно молодежи с 12 до 18, там 20 лет, которые говорят, что да, действительно упор сделан серьезный на детские площадки, на детей до 14 лет. Ну вот как бы, а нам подросткам куда? Ограничение повесов всегда же пишут, да? Да, естественно. Поэтому она будет включать в себя точно так же велодорожку, она будет включать в себя дополнительные тротуары, дополнительно появятся две площадки для автотранспорта, появится дополнительное освещение, озеленение. Все площадки будут оборудованы резиновым покрытием. Будут установлены камеры, которые напрямую по программе «Безопасный регион» будут передавать изображение, информацию, в том числе на отдел территориальной безопасности Московской области. Это будет очень крупный проект. Пользуясь случаем, я хотел бы сказать огромное спасибо депутату Московской областной думы Владимиру Николаевичу Шапкину, потому что площадка, как мы говорим, на Первомайской, на Факеле, в первом микрорайоне, она появилась именно после его предложения оказать содействие. И детский игровой комплекс, который установлен на этом месте, он полностью был за счет средств депутатского фонда Владимира Николаевича. Фонтан, часы и все остальное. В видеосюжете как раз мы могли это увидеть в самом начале, вот уже сколько-то, второго года, да, функционирует. Еще один звонок, давайте послушаем. У нас сегодня активные очень зрители. Вы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Гарилова Наталья Николаевна, я живу из деревни Булакова. У меня вопрос к руководству нашего поселения. В этом году заменились частично трубопроводы холодного водоснабжения по населенному пункту. А качество воды не изменилось. А что планируется в этом году сделать? Будет ли продолжаться замена сетей в остальной части деревни? И как вы видите, вопрос по очистке качества воды. Вода у нас с большим содержанием железа и присутствием запаха. Спасибо. Это действительно больной вопрос. Дело в том, что водозаборные узлы, которые обеспечивают водой Булакова, они достаточно великовозрастные. Поэтому мы проводили экспертизы для того, чтобы определиться с объемом работ, которые необходимо провести. Программа «Чистая вода» Подмосковья, она работает, она в действии, но, к сожалению, поселение активно в эту программу не вошло. Поэтому после проведенных лабораторных исследований, экспертиз, было принято решение. Мы провели ремонт скважин, нашли повреждения водозаборных труб, провели их замену, провели санитарную обработку, провели замену водопровода. Это впервые с времен строительства нашего поселения. Это были 2016-2017 годы, это первые годы, когда мы начали замену водопроводов на пластик. Но, к сожалению, опять же скажу, эта проблема не была решена. На настоящий момент принято решение о строительстве станции обезжелезования в интересах именно поселения. Поэтому я надеюсь, что уже изменения, начала строительства мы застанем все в этом году. И, скажем так, программа чистой воды у нас продолжится. Почему? Потому что на настоящий момент готовится комплекс мер. Наша ЖКХ, наша управляющая компания, она создавалась в 90-е годы. Соответственно, в свое время она достаточно качественно исполняла все свои обязательства по предоставлению качественных услуг для наших жителей. Но любое оборудование имеет определенные сроки эксплуатации. Оно реально обветшало. На настоящий момент хозяйство, теплосетей, водозаборные узлы, они нуждаются в очень серьезных деньгах. На настоящий момент готовится концессионный договор. Уже найден инвестор, который сейчас прорабатывает экономическую модель для того, чтобы в 2018-2019 году мы произвели ремонт наших котельных. Наконец-то построили модульные котельные, которые будут обеспечивать теплом и горячей водой деревню Еремино. Мы проведем реконструкцию наших котельных и восьмой. И, в общем-то, пять из девяти котельных будут полностью отремонтированы. В ближайшее время мы планируем начать работы по установке станции обезжелезования. Это деревня Булакова в первую очередь, первый микрорайон и второй микрорайон. Я думаю, что жители изменения эти увидят в ближайшее время. Спасибо. Напоминаю нашим зрителям, что сегодня в гостях у программы «Диалог» глава городского поселения Фрянова Дмитрий Васин и руководитель администрации того же поселения Фрянова Олег Болотин. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня глава городского поселения Фрянова Дмитрий Васин и руководитель администрации городского поселения Фрянова Олег Болотин. Еще раз. Добрый вечер. Напоминаю, телефоны прямого эфира 567-1440, 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы. И, собственно, звонок еще один есть. У нас пришел во время перерыва, поэтому сразу у нас приоритет зрителю. Слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Иванов Артем. Я проживаю на улице Молодежное, поселок Фрянова. У меня вопрос к главе администрации Болотину Олегу Ивановичу. У бытовой мусора от наших домов собирается его из контейнерных площадок. Их внешний вид оставляет желать лучшего. Мусор собирается в большие контейнера. Опрос такого плана. Будет ли обновляться их внешний вид и планируете ли вы организовывать раздельный сбор мусора в нашем поселке? Спасибо, Олег Иванович. Состояние технического автомобиля, который занимается вывозом. На настоящий момент уже принятое решение. Мы будем менять мусоровывозящую компанию. Уже, я думаю, июнь-июль месяц. Вы знаете, есть президентская программа по организации раздельного сбора мусора. Будут первые пробные площадки. Но основным, скажем так, показателем, который у нас будет, это то, что до июля месяца будут переоборудованы все площадки по сбору мусора. Это первое. Второе. Огромное количество, скажем так, проблемных вопросов у нас связано с вывозом мусора из частного сектора. На настоящий момент заключено договоров только порядка 45% населения. Новая мусоровывозящая компания возьмет и совместно с администрацией проработает этот вопрос. Кроме того, не останется без внимания 36 СНТ, ДНТ, которые размещены на территории поселения. Вы знаете, что это действительно проблемный вопрос, когда наши вылетные магистрали, которые являются подъездными путями к нашему городскому поселению, просто обезображены сбрасываемым мусором и требуют определенных усилий, дополнительных субботников силами администрации, муниципальных учреждений для приведения в порядок территории. На настоящий момент во исполнении распоряжения губернатора мы оборудовали аншлагами, перекрыли доступ в лесополосы, которые находятся в окружении нашего поселения, наших деревень. Но для того, чтобы решить этот вопрос, скажем так, бесповоротно, необходимо прежде всего заключение договоров с СНТ, ДНТ, которые находятся на нашей территории. Прошли уже рабочие встречи с председателями СНТ, ДНТ. Я думаю, что этот вопрос мы постараемся закрыть уже, как я уже сказал, к июлю месяцу. Что сделает наша Фрианова еще красивее. Поэтому я буду рад, если в ходе приема вы будете обращаться, указывать и высказывать свои пожелания по размещаемым площадкам. И мы выработаем тот именно механизм, который удовлетворит и управляющую компанию, и администрацию, и самое главное, наших жителей. Главное, чтобы наши жители проявили сознательность. И все-таки при введении раздельного сбора мусора действительно раздельно бы его туда складывали. Кстати, интересная информация пришла сегодня из правительства Московской области. Вы считаете, что с 1 сентября нынешнего года в школах будет вводиться специальный урок для детей, для учащихся именно по раздельному сбору мусора. Правильно, с детства нужно приучать детей. Ну вот такой вопрос. Понятно, что успешным залогом развития, так скажем, поселения любого масштаба, будь то муниципалитет или целый регион, это, конечно, является привлечением инвестиций в развитие. Это создание новых рабочих мест, новых предприятий, неважно какой направленности. Ну и чтобы, естественно, удерживать население возле родных мест, не заставлять их ездить на работу за десятки километров порой до места работы. Ну и, конечно, финансовые поступления в местные бюджеты, это тоже очень важно. Вот как решается вопрос в городском поселении Фрянова? Насколько я знаю, вот керамический завод приказал долго жить уже, да? Нет, керамический завод, он продолжает работать. Какие-то определенные трудности они испытывали год назад. На настоящий момент они работают уже опять в полном объеме и в полную силу. Удаленность территории, она, конечно, накладывает определенный отпечаток именно на поиски инвесторов и на количество желающих зайти для организации каких-то производств. Но мы были очень приятно удивлены, что очень долгий вопрос бесходно брошенных земель совхоза, который находился на территории Фрянова, наконец-таки благополучно был решен. Причем эту новость мы узнали из центрального телевидения, из репортажей телеканала «Московья». Что было очень приятно, что губернатор во время форума в городе Сочи подписал договор о передаче 1200 гектаров для образования сельхозпроизводства. На землях совхоза, это поля, которые у нас брошенные, бесхозные, зарастали по направлению к деревне Еремина, далее Рязанцы, второго Афанасова, наконец-таки будет собственник, будет создана и построена в ближайший год с инвестициями 1 миллиард рублей. Будет построена ферма на 5000 голов коз, будет с нуля построено производство по переработке этого молока. Ну и соответственно все поля будут обработаны для подготовки силосной базы для откур маскота. Поэтому даже в Московской области уже посчитало, что выход на основную мощность этого производства дополнительно даст бюджет больше 10,5 миллионов рублей. Что естественно пополнит казну и даст возможность более активно и больших объемов выполнять наказы избирателей и жителей поселения. Ну и дополнительные рабочие места, само собой. Дополнительные рабочие места, 62 рабочих места. Кроме того завершились переговоры. Я надеюсь, что со следующей недели начнется оформление земель под еще одно производство. Это будет крупное производство по выпуску внутриартериальных катетеров. Общая стоимость проекта на стадии строительства порядка миллиарда рублей. Общая спуска наладочными и началом производства уже выход на проектную мощность. Это полтора миллиарда рублей. Это даст дополнительно 375 рабочих мест с возможностью, скажем так, нашей молодежи пройти обучение дополнительно за рубежом, стать более высококлассными специалистами и работать непосредственно там, где они проживают. В родном поселке. Ну, здесь вас можно только поздравить. Ну, как говорится, нет ложки дегтя в бочке меда. И как раз вот это связано буквально с тем же микрорайоном. Да, это район деревни Еремина все-таки. Вот, Олег Иванович, я посмотрел справочники, все дают Еремина. Хотя местные говорят Еремина, но пускай говорят, мы будем называть Еремина. Беда, как говорится, пришла откуда не ждали со стороны соседей, с Владимирской области. Но это самая граница и с Щелковским районом, и, соответственно, с городским поселением Фрянова. Я имею в виду, что уже давно об этом говорят, ну, как давно, уже не первый месяц, наверное, даже полгода строительства мусороперерабатывающего завода в Киржайском районе. Но это прям самая-самая граница с нашим районом Щелковским. Как вот повлияет на экологическую ситуацию это строительство? Дмитрий Ледович, вы, я знаю, в курсе. Это как раз та территория, про которую Олег Иванович говорил. Это ферма, то есть это вот эта земля, которая расположена у нас в деревне Еремина, Еськино, Рязанцы. От нашего населенного пункта до этого полигона примерно 800 метров до границ полигона. Ну, сами понимаете, какая может быть тут речь об экологии. Проблема на самом деле сейчас стоит очень остро. Мы вот буквально перед этим разговаривали по поводу раздельного мусора. Да, проблема, мусорная проблема, она сейчас очень актуальна. И в любом случае ее нужно решать. У нас проходил митинг, наверное, вы знаете, по этому вопросу. Мы собирались на митинг не для того, чтобы выступить против кого-то или против чего-то, или за кого-то. Мы хотели донести, единственное, это ту проблему, которая может возникнуть именно у нас в поселении. Не только у нас в поселении. И в границах Владимирской области, сельское поселение Филипповское и Черноголовка. Там находится большой резервуар воды внизу. Подземный. Подземный, да. Мы хотели донести до федерального уровня, чтобы они провели проверку. Потому что мы проводили независимую экспертизу. У нас есть инициативная группа, которая этим вопросом занималась. У нас проводили независимую экспертизу, которая говорит, что ни в коем случае нельзя строить ни мусоросжигающий, ни мусороперерабатывающий. Тем более полигон-то было, ну, в принципе, их уже запретили, эти полигоны, на этой земле. Потому что будут уничтожены запасы воды. Но всячески руководство Владимирской области отвергает все эти предположения. И нам говорят обратно, что воды там нет. Ну, то есть, понимаете, может быть, они не хотят это слышать. Поэтому для нас единственная реальная возможность, чтобы сберечь и экологию, и привлечь инвесторов, это вот эту проблему вынести на федеральный уровень. То есть, чтобы именно оттуда пришла проверка, чтобы объективно этот вопрос рассмотрели и, в конце концов, решили. Потому что, ну, на самом деле, проблемы очень страшные. О ней можно много говорить. Я просто вот сейчас сказал, как бы, вкратце. Ну, есть все документы, подтверждающие это. Работали специалисты. Как бы, все подтверждает тот факт, что в этом месте нельзя строить ни мусоросжигающий, ни мусороперерабатывающий завод. Тем более, вот мы смотрели этот инвестпроект, который представляет во Владимирской области. Там территория 57 гектаров, это под мусоросжигающий завод. Как они называют, экспериментальная, опытная экспериментальная площадка. Ну, в любом случае будут зарывать хвосты. То есть, хвосты, это так называемые те отходы, которые не идут в переработку, они будут зарываться. Песчаная почва, то есть, вы понимаете всю опасность, это все со временем будет уходить в сточные воды. Вода, которая сейчас используется в поселении, вот именно в нашем поселении Фрянова, это считаются грунтовые воды. То есть, они в первую очередь будут загрязнены. То есть, это питьевая вода. Поэтому, тема, который вы сейчас, тот вопрос, который вы сейчас задали в экологии, ну, вы сами понимаете, всю угрозу строительства этого объекта. Поэтому, мы не то, что боремся, мы пытаемся просто донести, насколько на самом деле масштабной может быть вот эта беда. По-другому здесь, ну, сами понимаете, на самом деле беда. Беда для всего нашего поселения. Мы так долго на эти 1200 гектаров искали инвесторов, чтобы кто-то зашел и в конце концов занялся нашей землей, которая, ну, она не наша, она была земля области. Привлекали, пытались, и вот, понимаете, нашелся человек, который готов. И тут вот раз и такая ситуация. Ну, для нас это, ну, даже инвесторы, это вторая проблема. А первая... Естественно, жители, которые живут, и плюс, конечно, приезжающие на лето, да, как-то у вас почти 40 садоводческих товарищей. И многодетные семьи, которые размещены на нашей территории. Поэтому есть определенная опасность, серьезная угроза, и примем все меры для того, чтобы все-таки отстоять право людей на чистый воздух. Ну, для этого нам нужна помощь. Помощь именно в плане достучаться до самого верха, потому что иначе этот вопрос... Ну, понимаете, во-первых, здесь два разных субъекта. То есть Московская область, Владимирская область. Поэтому... Ну, вот я в подтверждение ваших слов предлагаю посмотреть еще один видеосюжет как раз о том самом митинге, который проходил в Африанове буквально неделю назад, неделю с небольшим. И гости приехали, соответственно, из Владимирской области. Давайте посмотрим, как это было. Нет мусорному полигону Филипповском. Основное требование собравшихся жителей Щелковского района и соседнего с ним Киржачского объединились в общей борьбе и пришли на митинг, состоявшийся в городском поселении Фрянова. Филипповская расположена в Киржачском районе Владимирской области, прямо на границе с Щелковским. В июне прошлого года местным жителям стало известно о решении создать в поселении опытную экспериментальную площадку по сортировке, переработке и размещению твердых коммунальных отходов. Участок выделен немаленький, порядка 1200 гектаров. Разумеется, новость сколыхнула общественность. Сейчас на руках инициативной группы несколько экспертных заключений, доказывающих, что такое решение способно нанести существенный вред экологии. Территория, выбранная под полигон, находится в санитарно-защитной зоне резервного источника водоснабжения для Московской области. Это Клязьминско-Ширнинское месторождение пресных подземных вод. Для городского поселения Фрянова предполагаемое загрязнение грунтовых вод несет прямую угрозу. Деревня Еремина примыкает к участку, где планируется открытие полигона. И как раз там недавно было принято решение создать крупный животноводческий комплекс. Основное требование резолюции – отменить решение инвестиционной комиссии администрации Владимирской области, давшей разрешение на строительство в сельском поселении Филипповское, опытной экспериментальной площадке по сортировке, переработке и размещению твердых коммунальных отходов. – Ну вот, насколько я знаю, аналогичные митинги прошли и в Кержаче во Владимирской области, и в городском округе Черноголовка, поскольку все соседи, территория, в общем, одна общая. И вот буквально, наверное, крайняя информация пока на сегодняшний день, что один из инвесторов, который вроде как должен строить этот мусороперерабатывающий завод, отказался от строительства. Пока вопрос остается открытым. Будем надеяться, что будет решено все-таки в пользу жителей. – Мы очень надеемся, да, что в конце концов подойдут к этой проблеме с пониманием. Ну, я хочу сказать, что власти Владимирской области, ну, для чего люди идут во власть? Чтобы помогать людям правильно и защищать людей. Здесь вот немножко, здесь нужно просто послушать людей. На самом деле, сколько ни обращались, ну, никто не хочет разговаривать, никто не хочет понимать. Понятное дело, что такой объект – это большое финансирование, это хорошая прибыль для инвестора. Ну, люди думают совсем о другом. В данной ситуации люди думают о другом. – Ну, теперь давайте поговорим еще об одной теме. Все-таки у нас в Форяново славится не только своей природой, не только своими людьми, но и своей, которые сейчас живут, но и своей историей. Это и ежегодное культурное мероприятие, так скажем, большого, очень большого масштаба. Фестиваль «Алябьевский соловей», который в селе Рязанце проходит, где жил композитор Алябьев. Это и знаменитая усадьба Лазаревых во Форянове. Памятник, по другому слову не скажу, деревянной архитектуры, классицизм уже больше двухсот лет стоит. Всего лишь третий, три таких памятника в московском регионе. Это усадьбы Шереметьевых в Останкино-Кусково и вот Форяново-Лазарево, самое начало XIX века. Ну и, конечно, исторические храмы в тех же Рязанцах, в деревне Маврино, в селе Маврино. Или деревне, в селе Маврино, все-таки церковь и так далее. Вот предлагаю нам для поднятия настроения и для зрителей тоже посмотреть еще один видеосюжет о том, как возрождаются культурные традиции Форянова, ну и вообще исторические традиции нашего региона. Давайте посмотрим. Впервые в легендарной и чудом сохранившейся усадьбе Лазаревых во Форяново, ныне это историко-крывеческий музей, состоялся первый в 21 веке бал. Событие поистине уникальное для ценителей и любителей исторических танцев. Такое вот свидетельство, ну можно сказать историческое, это заметка в газете «Богородская речь», где, ну достаточно кратко, но все-таки говорилось о том, что в усадьбе Форянова господа Залугины дают бал. Нам очень хочется эту традицию возродить, и чтобы балы были каждый год, а может быть и несколько раз в год, и разной тематики. Ну вот сегодня такая у нас проба пера. Можно сказать, что проба удалась, ведь бал провели в лучших традициях. Распорядитель, как положено, объявлял порядок танцев, приглашая дамы-кавалеров в очередной круг вальса или полонез. К сожалению, не сохранилась точная программа, какие именно танцы проходили в нашей усадьбе. Поэтому мы будем делать такую условно-стандартную программу тех времен и танцы, которые, конечно же, хорошо знакомы нашим танцорам. Традиционный гранд-марш, под него в бальную залу входят пары. И вот начинается танец. Завороженно кружатся прекрасные дамы и галантные кавалеры в исторических костюмах. Все они участники клубов исторического танца из города Фрязино и Ивантеевки. Это замечательная идея. Я думаю, что такие традиции надо возрождать. И, может быть, таким образом и усадьбы сами будут оживать, если такой привычный к ним образ жизни будет проведен. То есть, возможно, частые баллы они не выдержат, но периодически, мне кажется, раз в сезон это было бы очень полезно и для самой усадьбы, как для музея, и для тех людей, которые живут рядом, немного разнообразить их повседневную жизнь. Ну вот, я думаю, что будет много еще культурных программ развиваться. Я думаю, все жители неравнодушные, жители Фрянова, и вот, как видим, все флаги в гости к нам, и Фрязино, и Ивантеевка подключаются, будут разрабатывать какие-то новые проекты. К сожалению, время наше подходит к концу, буквально две минуты осталось, поэтому о культурных мероприятиях поговорим потом. Хотелось бы задать вам напоследок вопрос, буквально, коротко каждому. Ваши пожелания жителям вашего поселения, такое вот оно особое все-таки, оно отдаленное, но, тем не менее, жизнь там бьет ключом, как мы увидели. И количество сел, вообще населенных пунктов, да, это рекордсмен все-таки у нас в районе, 25 населенных пунктов. Ну, в общем, это разные, но, тем не менее, пожелания от вас, давайте, Дмитрий Леонидович. Пожелания, это, во-первых, хотелось бы сказать спасибо. Вот в этом репортаже был у нас совет ветеранов, это, то есть, люди, на самом деле, как вы уже сказали, неравнодушные. И, ну, пожелать, чтобы люди оставались такими же активными, потому что у нас есть инициативные группы, которые, понимаете, они, как правило, замечают именно острые моменты, не просто так жалуются, а именно те моменты, которые, на самом деле, вот как Олег Иванович сказал, с годами не решались, понимаете. То есть, у людей наболело, и вот они чаще всего давят на такие моменты. И, понимаете, там были до этого одни руководители, пришли другие, а проблема остается. И вот мы с Олегом Ивановичем пытаемся именно на эти проблемы обращать внимание, потому что, ну, это, на самом деле, наболевшие проблемы, и их нужно решать. И, ну, в первую очередь, хотелось бы сказать спасибо и пожелать, вот, наверное, нашим жителям больше внимания уделять своему родному поселку. Я уже обращался неоднократно, двери у нас всегда открыты, чтобы вы приходили к нам с новыми идеями, со своими какими-то пожеланиями, потому что за год мы, при формировании бюджета на следующий год, мы собираем всю информацию, вместе садимся, рассматриваем какие-то новые идеи. И вот только так, я думаю, наш поселок будет процветать. Спасибо. Олег Иванович, вам слово. Дело в том, что мы все хотим своим близким только добра. Независимо живем мы во Фряново, в Щелково, на территории Российской Федерации. То, что на настоящий момент сделано, я все-таки хочу сказать, слаженные команды Совета депутатов, администрации поселения Фрянова, это еще не пройденный путь. Это только начало, мы даем вектор направления и развития нашему поселению. И на самом деле жить, работать во Фряново или любить Фряново невозможно. У нас грандиозные планы, которые, мы уверены, они действительно существенно изменят жизнь, создадут более комфортную среду для проживания наших жителей. Это еще не единственные, скажем так, есть изюминки, есть сюрпризы, которые будут ожидать наших жителей в плане отдельных проектов, отдельных работ. Но самое важное, я думаю, сейчас это та ситуация, которая сложилась в стране, вокруг нашей страны. Поэтому сегодня, пользуясь случаем, я хочу пригласить всех неравнодушных жителей, кто действительно хочет продолжения реформ, изменения в лучшую сторону и качество предоставления услуг нашими управляющими компаниями. И кто хочет навести порядок, новые дороги, новые городки, новые производства, поддержать ту линию, которую задает наш президент. То направление, которое до мелочей прорабатывается и является руководством действия и советов депутатов и администрации, это направление, которое задает губернатор. Это и те усилия, которые прикладывает глава Щелковского муниципального района Алексей Васильевич Валов. Это именно те усилия, которые детально отрабатываются районным советом депутатов. И хотелось бы сказать отдельное слово благодарности за поддержку очень многих начинаний и проектов, которые уже осуществлены и будут осуществляться на территории Фрианова. Это Суровская Надежда и Владимировна. И самое основное, я хочу, чтобы жители понимали и прочувствовали так, как мы. Нам не нужны глобальные изменения, нам не нужны уже встряски. Поэтому наша основная задача в ближайшие выходные, в воскресенье, 18 марта, прийти и отдать свой голос за те позитивные изменения, которые происходят и в поселении, и в стране в целом. Приходите на выборы, мы очень будем ждать. И поверьте мне, именно ваш голос является решающим. Спасибо, Олег Иванович, спасибо, Дмитрий Людович, спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» были глава городского поселения Фрианова Дмитрий Васин и руководитель администрации поселения Фрианова Олег Болотин. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин